И ответил на это в частности следующим образом, методы и цель обучения каратэ менялись с течением времени, так что все больше и больше это становится тренировкой всего существа. На самом деле главной целью на сегодняшний день является развитие духовной дисциплины, физические аспекты отходят на второй план. Это не означает, что Мияги-сенсей был единственным ответственным за моральные ориентиры и высокие принципы. Он искренне верил в их важность. При обучении боевым искусствам всегда подразумевалось, что ценой силы являются смирение, ответственность и доброта. Мияги без сомнения чувствовал, что он просто подтверждает конфуцианские ценности, которые с незапамятных времен определяли поведение жителей Окинавы. В случае каратэ ученики должны учиться у своего учителя уважать его, а он должен наставлять их и заботиться о них. Выбор Тёдзюном Мияги В случае названия «Жесткий мягкий стиль Гадзюрю» был вдохновлен отрывком из восьми важных правил бокса, являющихся частью классической китайской школы. Учебник по боевым искусствам Бубиши Это отсылка к фразе, которая воплощает ключевую концепцию многих китайских боксерских достижений. Способ вдоха и выдоха – это жесткость и мягкость. Для стороннего наблюдателя каратэ Гадзюрю может показаться чем угодно, но только не мягким или гибким методом ведения боя. В конце концов, практикующие его известны своей силой и боевым духом. На самом деле, как следует из названия, это сочетание жестких и мягких техник. В этой демонстрации, которую проводит самый уважаемый современный мастер Гадзю каратэ, мы можем наблюдать две ее составляющие. Мягкость В полностью расслабленном состоянии, тело способно двигаться быстро и эффективно. В момент атаки на самый краткий миг, сила, выработанная годами интенсивных тренировок, высвобождается в тело противника с помощью удара плетью. Сегодня обучение Гадзю каратэ доступно практически в каждой стране мира. Гадзю каратэ, выработанная годами интенсивных тренировок, высвобождается в каждой стране мира.